Рыбалка на одном из водоемов Змеевского района для 39-летнего харьковчанина немного не переросла в трагедию. Заблудившегося рыбака в районе села Комплица за Донецкого сельского совета искали спасатели. Они по звонку мобильного телефона нашли мужчину и доставили в Змеевский райотдел МЧС. 4.02.2012 года в 19.15 от дежурного МЧС Харьковской области на пункт на свяжей части Смеевского райотдела поступило сообщение о том, что вблизи села Задонецкое потерялся рыбак на нашем карьере. То есть он был на рыбалке, когда уже настало темное время суток, стал двигаться к железнодорожной станции, на которой сюда и прибыл, и потерял ориентиры. Долго там он блукал, блукал, блукал. Короче, в конечном итоге решил позвонить супруге Харькова. Она набрала номер 101, попала на центральную часть нашу областную, оттуда нам поступил сигнал и, соответственно, было принятие решение, выехал дежурный караул на оперативном автомобиле. В ходе поисков был найден гражданин, житель города Харькова, который был доставлен в подразделение Змирского райотдела МЧС, напоен чаем, обогрет, от медицинской помощи человек отказался, видимых следов обморожения не было. В дальнейшем его доставили до станции ЖД в зал Змеев, на котором он электрички и уехал домой. В данный момент с ним связывались, чувствуется нормально, все в порядке. Погодние условия и сильными морозами, по словам Андрея Викторовича, работы спасателям не добавили. Этому поспособствовала организация и работа пунктов обогрева в Змирском районе. У нас наряду с другими районами, в принципе, везде, как бы сказать, очень сильно активно развиты, я имею в виду, пункты обогрева. Но в нашем районе, как нигде, этого сделано очень много. Как вы видели в центре, есть там политических направлений, палатки, пункты обогрева, плюс центр занятости, автовокзал, жедовокзал. Получитая плотность, очень нашу, как бы сказать, большую население в одном сконцентрированном. У нас достаточно люди, в принципе, которые желают, заходят, видят. Я сам лично вчера видел в районе ЖД вокзала и есть пункты обогрева, где и чай, и кашу там угощают. То есть, как бы сказать, более даже превратили это в праздники. Соответственно, у нас это, в принципе, по поводу того, как человек потерялся и была угроза замерзнуть, случай первый и, дай бог, последний. Не увеличилось в Мивском районе за это время и количество пожаров. Зачастую трагедию случается в социально неблагополучных семьях, говорит Андрей Ткаченко. Огонь уничтожает не только жилые дома, но также забирает жизни людей. В случае пожаров, в принципе, не участились, они зависят, в принципе, от социального состояния людей. То есть, пожары как были, в основном, в неблагополучных семьях, то есть, либо люди, которые там с ограниченными возможностями. Эти вопросы, в принципе, государственным пожарным надзором и личным составом, как бы сказать, отслеживаются в плане информирования населения и агитации пропаганды. Как бы, ну, к сожалению, сегодня, вот сейчас, на данный момент, люди, личный состав еще не приехал в Лимане, сейчас вот пожар, и, как это правильно выразиться, с одним погибшим. То есть, погибла бабушка 19-го года, ну, то, о чем я говорю, ограниченные возможности, потому что престарелый человек. Массовости такой нету, и повышения тоже нет. Каждый из нас может в любой момент оказаться в чрезвычайной ситуации. И здесь главное не растеряться, а вовремя набрать номер 101 с любого телефона, который окажется у вас под рукой. В такое условие, таких низких температур, воздержаться от долгого нахождения на улице, дабы не получить переохлаждение и отморожение. И еще хотелось бы сказать, что этот конкретный случай, по которому мы изначально начали говорить, показал, что не все люди знают номер телефона МЧС. А он у нас один, как и с мобильного, так и с стационарного телефона. Он 101. И особенно, как хотелось отметить, что с мобильного телефона вообще, то есть, если набирать 101, попадаете в районный отдел МЧС, самый ближайший, где вы находитесь. Субтитры создавал DimaTorzok